Спорт в каждый двор назвала свой проект Дина Кондакова. Для продвижения здорового образа жизни она выбрала пришкольные площадки. В ежегодном корпоративном конкурсе Алтай-Кокса «Молодой лидер» в рамках программы социальных проектов «Стальное дерево» она вышла в финал с проектом мини-тренажерных залов прямо под открытым небом. У нас есть действительно многодетные семьи, которым бы хотелось развивать своих детей, развивать физически, но у них просто нет на это финансовой возможности. Когда будут стоять уличные тренажеры, это не будет ограничения во времени, не будет ограничения в денежных средствах. Это просто желание человека потратить свое свободное время на здоровый образ жизни. Вид и количество уличных тренажеров пока согласовывают, но адресаты известны. Первую площадку создадут в школе номер 15. На ее создание с фонда «Стальное дерево» выделили финалистке 300 тысяч рублей. Она решила свой проект не ограничиться одной только идеей и реализовать его на одном месте. Она решила его неким образом масштабировать. И, собственно, помимо того, что она участвует в проекте «Стальное дерево», она еще и обратилась в фонд поддержки Александра Прокопьева, что, собственно, еще раз подчеркивает то, что наша молодежь, она достаточно инициативная, она идет вперед, она ищет различные варианты и возможности для реализации своих идей. 200 тысяч рублей от фонда Прокопьева пойдут на площадку в школе номер 3, где, кстати, училась Дина. Старый комплекс турников отремонтируют, а уличные тренажеры разместят рядом. Дина сказала, Светлана Викторовна, есть возможность мне поучаствовать в таком конкурсе. И я бы хотела, чтобы на территории нашей школы были размещены тренажеры, если мне удастся, значит, выиграть вот этот конкурс. Но это чудо произошло, я ее поддержала, потому что в школу нужно современно развивать. При этом сами школы берут на себя все обязательства по дальнейшему содержанию спортивных площадок. Подобные социальные проекты, над которыми совместно работают люди, бизнес и государство, на Алтае реализуют все чаще. Это подтверждает опыты и градообразующего предприятия «Заринска» и фонда Александра Прокопьева. Одина Кондакова уверена, ее проект нужен горожанам. Спортивная площадка поможет оторвать школьников от гаджетов, а качественные и разнообразные уличные тренажеры смогут привлечь уже не только детей, но и взрослых. Анастасия Дороган, Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости.